В Чите сегодня прошло традиционное отраслевое итоговое совещание по вопросам ЖКХ. Успехи и поражения докладчики представили в форме таблиц и диаграмм. Износ тепловых сетей в крае остается почти катастрофическим, около 75%. Вручает грамотная работа специалистов. Аварии в этом году удавалось ликвидировать в короткие сроки и без ощутимого вреда для жителей городов и сел. Снижение аварийности на объектах ЖКХ. У нас эта динамика прослеживается уже на прошедшие годы, с 2013 года. В 2013 году у нас было на объектах ЖКХ порядка 61 аварийной ситуации. В 2017 году этот показатель равен 29. По 2016 году он 31. То есть динамика снижения есть. Острым остается вопрос задолженности у забайкальцев за услуги ЖКХ. Здесь сумма астрономическая свыше 5 миллиардов рублей. На эти средства можно было не просто обновить старое оборудование, а полностью переоснастить целые котельные. Например, большой ремонт ждет Тунгакочин. Там оборудование уже предаварийное. Нужны финансовые влияния и на систему водоснабжения 2,5 миллиарда рублей. А честные сооружения требуют еще 3 миллиардов. Затронули на совещании и планы на год наступивший. Паспорта готовности, которую получает у нас муниципальное образование, общий процент готовности у нас 8,6. Хотя мы и заняли второе место в Сибирском федеральном округе после Алтая, но тем не менее он должен быть равен 100%. Отдельной темой встречи стало обсуждение реализации программы формирования комфортной городской среды. Жители Нерчинска поблагодарили за преображение своего города, прислав видеообращение. Изменится и облик других районных центров. В Борде будут сделаны пешеходные дорожки, а в Краснокаменске вторую жизнь получит парк шахтеров.